Как, на ваш взгляд, вообще государство обеспечивает соблюдение прав граждан, на ваш взгляд? Ну, можно оценку даже дать, например, от пятерки до единицы. Вот видите, на моем примере даже. Я должен был уже с первых дней, все это вот на стадии этого судебного пристава, все закончить должно было. Но четыре года прошло, представляете? Итак, кто охраняет мои права? Кто бы охраняет мои права? Здравствуйте, королевцы, здравствуйте, земляки, а также жители соседнего городка Щелково. Сегодня мы беремся за очень скандальную тему, в которой замешаны и судебные приставы, и следователи Следственного комитета, и ЖКХ. Это, наверное, одна из самых коррумпированных структур в нашей стране, если судить по интернету и по мнению всех граждан. И это, конечно, история о маленьком человеке, о котором в свое время заговорил Гоголь, но, видно, с той поры ничего не изменилось, а, может быть, стало еще хуже. Удивительно, но ЖКХ не только частенько обманывает своих клиентов, жителей домов, которые не обслуживают, но впрямую просто кидает своих собственных сотрудников, вот так вот, беззастенчиво. И потом с этим ничего невозможно сделать. В Щелково таким образом пострадало около 50 работников одной управляющей компании, да, это она называлась «Комфорт», сейчас ее уже не существует. Следом эти работники точно так же пострадали следующей управляющей компанией, которая после организовалась, она называется «Уют». Но самое интересное, что люди написали заявление в суд, в следственный комитет, попросили органы разобраться, вернуть им зарплату, но ничего не произошло. А вообще меня еще удивляет, каким образом, конечно, так существуют работники ЖКХ, что им не выплачивают зарплату, они все равно ходят на работу. Вот в свое время в советское сантехники четко знали свои права. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? А мой рабочий день закончен. До завтра, пока. За апрель и май нам не выплатил начальник Шариков, генеральный директор, зарплату. После того, как он не выплатил мне зарплату, я пошел обратился в суд. Суд мне удовлетворил мой иск. Дальше пошло, ну как положено, как я человек, не понимающий в юридиции, пошел, отдал, наивный человек, пошел, отдал документы приставу. Пристав отдал документы арбитражному управляющему Каркуновичу, который в течение некоторого времени ликвидировал предприятие по сокращенной схеме. Вот у меня стал вопрос, почему ликвидировали предприятие, когда должен народу полтора миллиона. За сколько месяцев зарплаты не выплачены? Зарплаты не было выплачены за два месяца. Какая сумма? Сумма там небольшая, там 56 тысяч. Но вот мне интересно было, что, почему следователь, который должен был заниматься этим делом, он просто на словах взял и отпустил шарику, якобы нет следов преступления, вот меня заинтересовало, как это так, вот нет состава преступления, потому что полтора миллиона уходит, где они, никто следует, не ищет. Человек дождался, только ликвидации предприятия и все. И мог бы на этом деле, как не знающий человек, юридический прав, мог бы и доходчик все делать. Ну и так все, и до свидания, прощайте мои деньги. Всего в структурах ЖКХ города Щелково от такого вот скотского отношения к своим сотрудникам, руководителям ЖКХ пострадало несколько десятков человек. И вы посмотрите, сначала все пошли в суд, суд встал на сторону людей, но проходит 4 года, а люди свои деньги получить не могут. В нашей стране, если ты не будешь вот бороться, а у нас жизнь это борьба за свои там права, за то, чтобы восторжествовала справедливость, у нас ничего не произойдет. И все люди в итоге забили на это дело. И только вот один Александр Прокофьев, за что ему большое уважение, продолжает бороться, отстаивать свои права, хочет получить свою зарплату, которая ему не была выплачена. А в структурах ЖКХ происходит что-то невероятное. Одни предприятия, которые должны людям деньги, зарплату должны, закрываются, ликвидируются, открываются следующие, и там происходит то же самое. Вообще такая волна прошла, переформатирование, то есть одни закрывались, другие какие-то открывались, то же самое у нас с королевы происходит, да? Какие-то комфорт-близки открываются, другие закрываются, то есть вот это вот интересная штука, да? Да, ну вот комфорт наш, комфорт и уют, они были на одной площадке, то есть один юридический адрес для тобой. То есть кто кому принадлежал, очень трудно сказать. Даже бухгалтерии, мы сами приходили в бухгалтерию, мы не знали, кто есть кто. Я работал в ОДС, мы тоже. Я, например, работаю от комфорта, а самая рядом с леса работает от уюта. И мы также получаем зарплату и также работаем вместе. Вот интересно. Какая зарплата в 15-м году у слесаря была? Ну, порядка 400 тысяч. 14 тысяч? 13 тысяч? Да. Какое у нас минимальное пророчество? Это сейчас 12, тогда было меньше. Вот так владельцы золотого дна под названием ЖКХ, а ведь они обслуживают огромное количество квартир. Ну, там накинь по полтинничку лишнее в платежку, и это же просто клондайк какой-то. Так они еще при этом умудряются экономить деньги на зарплатах своим сотрудникам. И не просто экономить, а просто в наглую их кидать. Потом ликвидировать предприятие. Но самое интересное, что не то управы на этих людей, не собирается с этим разбираться следственный комитет, а откровенно замыливает эту историю. Судебные приставы не могут взыскать зарплату, которая не выплачена сотрудникам. Мы этой темой сейчас будем заниматься. А пока небольшой комментарий даст юрист партии «Яблоко» Николай Старости. Наш государственный механизм действительно полностью развален. Люди уже, которые работают в данных госорганах, в данном случае речь идет о Следственном комитете по городу Щелково и Федеральной службы приставов, они уже начинают, по моему мнению, глубокому мнению и опыту терять просто совесть. Я все понимаю, что люди, в данном случае, например, приставы, приходят на работу, на свое рабочее место за мизерную заработную плату. Вы преданное? За мизерную. Какая там за суббат? А что там за суббат? Мизерная. Там оклад буквально 8 тысяч рублей. С надбавками 12. Это вот у приставов, которые приходят и выгоняют людей из квартиры? Вот они что такие злые? О да, скорее всего, поэтому злые. Недоедают, плохо питаются. Хотя все на иномарках, причем на иномарках довольно солидных, даже не дорожниках. Откуда берутся деньги у многих, я так заметил. Действительно, Следственный комитет у нас бездействует. Следователи всесторонних не проводят проверку по статьям, которые именно подследственны им в данном случае. Это не выплаты заработной уклады более двух месяцев и более со стороны работодателя. Проверки постоянно тормозятся. Есть моменты даже со стороны следователя. Первый следователь по первой фирме, это следователь Тихомиров. А по второй фирме это следователь Ямалеев, где Прокофьев Александр Федорович работал. И там, и там ему не выплатили зарплаты другим людям. Как следствие, тот и тот следователя тормознули все дела, ненадешащие исполнили свои служебные обязанности. Футболит из Следственного комитета прокуратура материалы. Прокуратура формально рассматривает этот материал, отправляет опять в Следственный комитет. Следователь за 2-3 дня до окончания срока своей проверки получает из прокуратуры материалов. Отписки готовит. И это длится уже на протяжении более 4-5 лет. Вся эта процедура. Человек не получил свою заработную плату. Живет он на свои средства по другой работе. Но это просто обидно. Любой человек может оказаться на его месте. Вы должны это понимать. И как следствие, даже когда он получил решение суда по одному из своих, в отношении одного из своих работодателей по взысканию заработной платы, уголовные дела двигать невозбуждены из-за его истории как следует. Там был и есть сейчас до сих пор приступ исполнительный рак Ольга Евгения, который этим занимается. Она в полном объеме не произвела процедуру принудительного исполнения решения суда. Просто затребовала какую-либо информацию в электронном виде. Выход на территорию не сделала. Как и впрочем, я так думаю, многие из вас сталкивались с кирпином, знаете, как они работают. Я вам рассказываю. Пластой запрос-ответ. И на этом мы закрываем дело, если там ответ отрицательный, ничего, фирме не числится. Вот и все. И как следствие, начиная от футболивания данного человека, но человек, что называется, со стержнем, он борется до конца. Он сказал, я брусь рогом, но все добьюсь. А другие люди, кто пострадал, то есть это 40 с лишним человек, кто-то сказал, ну мы посмотрим, как ты борешься. Если у тебя получится, мы подключимся. А другие просто сказали, мы не хотим... А как мы будем свои права защищать? Это что, всем надо писать президенту с утра до ночи, да? У нас разные пути решения данных проблем. В данном случае нужен жесткий контроль. Со стороны надзорных органов, контроль со стороны, грамотный контроль со стороны юристов. Но в данной ситуации это не только, а также со стороны прессы. А простому человеку что делать, если он попал в такую ситуацию? Если он попал в такую ситуацию, а если ситуация, что нету помощи со стороны юристов, в плане того, что незнакомый юрист, адвоката и государственные органы должны бездействовать, то, конечно, освещать. Хотя бы просто освещать ситуацию. Обращаться к журналистам. Как честный королев, да? Да, как честный королев. Доставлять информацию. Мы будем делать, в данном случае Роман, я ему помогаю в этом деле, журналистские расследования, либо ролики по отдельным ситуациям. Выкладывать это. Отзорные органы будут рассматривать данные видео, они мониторят ситуацию в сети. И как следствие, после выявления данных проблем, можем уже более пристально проводить проверки на основании данных выложенных материалов, в том числе видеороликов.